Привет, мои прекрасные! Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Меня зовут Дарья Кривная, вы меня точно знаете как Кривда, и у нас тут с вами очень много бьюти, как снаружи, так и внутри, но на самом деле здесь чаще всего мы обозреваем косметику, ну, это делаю я, и говорю о ней честно и справедливо, несмотря на то, откуда она у меня появилась, купила ли я ее сама, прислали ли мне ее просто в первой ссылке, или даже пришла она мне на рекламу. Если я что-то рекламирую, значит, я действительно этим пользуюсь, и оно мне нравится. Вот такие вот у меня принципы уже на протяжении очень большого количества лет, ну, года 4, сколько я веду именно бьюти-блок, так точно, именно столько. И сегодня на обзоре у нас с вами каталожная косметика начинается! Очень давно еще за предграми я обозревала каталожную косметику, но ее было там немного, а сейчас ее, блин, очень-очень много, ну, тут мешочки не поймешь, я тут как Дед Мороз сижу. Яна заказывала всего сама на Фаберлике, я представитель Фаберлик, девочки, мальчики, представляете? В общем, много всего, и предлагаю все это протестировать, проходить с этим в течение дня, и понять, вообще, можно ли что-то купить в Фаберлик, и стоит ли это вообще вашего внимания. Предлагаю приближаться и начинать краситься, а вы не забудьте подписаться на мой канал, ставить пальчики вверх, колокольчики, писать комментарии, это все очень помогает моему каналу развиваться. Ставлю зеркальце, наверное, нужно освежить в ход, только у меня ничего здесь нет, я давно достаточно наносила. Наверное, нанесу просто тонер, чтобы тихонечко-легонечко увлажниться, думаю, что этого будет достаточно. У меня опять заколки куда-то запропастились, это просто катастрофа. Дом, это вот это большое живое пространство, где постоянно что-то теряется, и выносимо потом сложно что-то найти. Так, увлажняющая тональная сыворотка для лица. Да, я выбирала, смотрела по качеству в том плане, что по характеристикам, что может дать мне тональный крем. Здесь написано, что создает мгновенный эффект лифтинга, может подсушить, когда такое написано. Бархотистая текстура легко наносится и распределяется, скрывает мелкие несовершенства кожи. Подтянутая кожа, совершенный тон в течение всего дня. Оттенок у меня фиг его знает, вот как он называется, артикул. Фигенцию я выбросила и заказывала достаточно давно, до Нового года, то есть уже где-то месяц назад на почте я не найду сообщений со своим заказом. Вот такая вот упаковочка, помпа и на вид оттеночек темный, прогадала. Спонжа влажного рядом нет, буду наносить кистью. Ох-ох-ох-ох, прогадала мягко сказано. Ну ничего, сейчас нанесем, если консилер у нас светленький, то выровняем. По ощущениям наносится достаточно легко, растушевывается быстро кисточкой. Ну то есть равномерно растушевывается, несмотря на то, что вот как раз таки оттенок темнее, все ложится вроде как однородно. Зону вокруг глаз я не наношу тон, иначе все будет скатываться. Но оттенок, справедливости ради сказать, симпатичный, он такой немножечко песочный. У меня тут, я не знаю, зачем я это сделала, прямо перед видео расковыряла маленькую точечку какую-то. Не, растушевывается вообще так, хорошо, легко кистью прям идет. Действительно, покрытие легкое, мелкие несовершенства перекрывает, выравнивает. Но оттеночек на лето. У меня до такого оттенка как раз таки кожа загорает. Красная, да, пятнишка. У нас становится менее заметным, но нужен консилер. По ощущениям не ощущается. Тавтология как масло. Очень комфортно, мне кажется, он у себя рецы, и легко все растушевалось, распределилось. Наверное, то, что оттенок темнее моего лица, я не вижу каких-то дыр и пятен. Вроде как все однородно. Консилер ферст класса, по-моему, я его пробовала, но у меня был темный оттенок. Здесь артикул 6340. Ну, желтый, короче, это история вся. Ну, желтый подтон, короче, прям это очевидно. То есть на сайте были другие оттенки. Соответственно, я редко ошибаюсь. Значит, на сайте такая себе цветопередача не актуальна, не совсем совпадает. Спиртом пахнет. Давайте я растушую вот такую кисточку, потому что для консилера кисть у меня испачкана. Кисти уже мыть опять, господи. Каждый раз, когда приближается этот момент, мне становится очень грустно и тяжело на душе. Терпеть не могу мыть кисти. Консилер растушевывается мгновенно. И оттенок все-таки светлее тона и позволяет выровнять общий эффект. То есть кожа воспринимается так, как надо, чтобы она воспринималась. Не темнее должного. Как будто больше на левом глазике нанесла, поэтому распределю. Видите, он фиксится и мне уже на тех местах, которые я растушевываю последние, уже тяжелее растушевать. Он же так прихватывается и хуже тушуется. Так что вот как я, его лучше не наносить. По очереди один глазик нанесли, растушевали. Другой глазик нанесли, растушевали. Какие-то проблемки точечно. Здесь туда пальчиком подтушую. Блин, много переходит со спонжа, прям очень много продукта. Полностью не перекрывает. Давайте вот так нанесем и подождем, пока подсохнет. Вроде бы все перекрыли. Давайте чуть-чуть, может быть, веки. Пальцем прям хорошо тушуется. Ждем вот это время. Сейчас он подсохнет и, возможно, оставит больший пигмент на проблемке. У меня, кстати, тут две штуки для губ. Есть тут какой-то липло, слип перфекшн комплекс. Не знаю, что это. Я зачем-то тут просто и помада у меня, и карандаш. Вот такая штучка, типа как бальзам. Давайте попробуем, нанесем. Какая-то выглядит, как помада. Просто думаю, может, как бальзам будет работать. Рекольный оттенок, кстати, прикольно. Так, что тут у нас дальше по расписанию? Бронзер. Да, бронзер, хайлайтер, румяна. Все это у меня здесь есть. Видите, не прихватывается. Я после душа, блин, начала ковырять. Не знаю, зачем. Сходила с утра на тренировку, в душ. Кстати, насчет тренировки я намного лучше себя стала чувствовать энергетически. Энергически. С тренировками и в комплексе с витаминами. Организм прям пошел такой накапливать энергию. И насчет витамина, какие я принимаю, или он вам раз уже рассказывал. И продолжаю петь оды. Сервису подбора витамина Халса. У меня уже вторая коробочка. Беленькую я уже допила. Осталась только зелененькая. Я ходила, кстати, на приемы к доктору. И мой именно комплекс витамин доктор одобрила. Сказала только чуть-чуть поднять витамина D дозировку. Потому что мой труд тратит очень много именно этого витамина. И мне нужна лечебная дозировка. Витамин D в 2000 мне больше поддерживает. Мне сказали удвоить дозировку. Так что следующую коробочку я возьму с удвоенным витамином D. Скину свои анализы и мне немножечко подкорректирует. Почему удобно выбирать именно вот такой вот способ приема витаминов? Потому что они все идут в индивидуальных пакетиках. Сразу все подобрано. То, что вам нужно. Все витамины между собой сочетаются. Нет такого, что какие-то витамины между собой не дружат. Их нельзя принимать в один прием. Нет, здесь все продумано. Все в этом плане составлено специалистами. И они не навредят вашему организму. Особенно если вы еще в купе сдали анализы и прислали на почту специалистам Хаоса. И они вам подкорректировали ваш индивидуальный набор. Я начала рассказ немножечко на опережение. Но прежде всего нужно отметить, что Хаоса это сервис по индивидуальному подбору витаминов в зависимости от ваших потребностей. Вы на сайте проходите опрос. Какие у вас боли? Что вам не хватает? Что вы чувствуете полностью по вашему состоянию? И сервис подбирает вам витамины, соответственно, которых вам по просу не хватает. В зависимости от ваших каких-то индивидуальных потребностей. Может быть вы кормите грудью или у вас какие-то индивидуальные состояния. Если вы где-то немножечко сомневаетесь, вы можете сдать витамины и отправить их специалистам Хаоса. И они подкорректируют в зависимости от ваших анализов уже состав вашего индивидуального пакетика, вашего индивидуального набора. Вообще я каждый раз говорю, что прием витаминов это тоже инвестиция в себя. И это прямой показатель того, как вы о себе заботитесь. И в России у нас с этим очень печально. У нас всего 10-15% населения принимают регулярно витамины. В то время как в Европе более 70% населения, в Америке более 80%, а в Японии более 90% населения принимают витамины на постоянной основе. А у нас 10-15%. То есть, ну вы чувствуете, да? Поэтому мы и можем чувствовать себя плохо, вяло, где-то наш организм страдает. Вы можете выбрать индивидуальный дизайн коробки, менять его каждый месяц по настроению. И использовать вот в таких вот саше, брать куда-то с собой. Это очень-очень удобно. Витамины там высшего качества. Это на самом деле дешевле и безопаснее, чем вы сами придете в аптеку и будете обо что набирать. Просто потому, что вам кажется, что вам этого витамина не хватает. И вы возьмете, может быть, какие-то витамины, которые между собой не сочетаются. В данном случае в хаосе все это продумано. Добро, дополнительно идет трекер для отслеживания. Но я каждый раз его теряю. У меня напоминание стоит на телефоне. Также написано, какие витамины для чего вам нужны. Какие действия они в вашем организме будут совершать. И по истечении месяца набор витаминов меняется. Возможно, что-то вам нельзя принимать больше месяца. Что-то нужно продолжать принимать 3-5 месяцев и так далее. И что-то между собой, как я уже сказала, несовместимо. Все это вам приходит на почту и вы ничего не пропустите. Также на сайте хаоса есть возможность оплачивать долями. И это не кредит, не рассрочек. Это новый способ оплаты в Российской Федерации. Где вы получаете товар сразу, а платите по 25% от цены каждые две недели. Ничего не переплачивайте. Просто на несколько платежей дробите оплату. И постепенно оплачивайте. Про отзывы я вам также рассказывала, что они реальные и положительные люди. Действительно чувствуют бодрость и эффект от них. В том числе и я. И, конечно же, у меня есть для вас скидка в 45% по промокоду КРИФТА06. С промокода я ничего не получаю. Он просто предоставляет вам скидку. Ссылочку и всю информацию я продублирую в инфобоксе. И желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Итак, а мы с вами продолжаем. Макадамия Бейкит Бронзер. Что-то мне слово Макадамия очень сильно напоминает бронзер от Physicians Formula. Там тоже Макадамия и все такое. Упаковочка, ну, недорогая. Такая прям прозрачненькая. Не очень плотно закрывается. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Оттенок у меня тут артикул. 62-74. Ой, а он пылит. Причем конкретно пылит. Аж в горло залетело. Но оттенок красивый и он сатиновый. С ним надо аккуратно. Кисть мягкая. Несмотря на это, я провела активно. И он прям такой... Оттеночек очень симпатичный. Он вроде кажется таким золотистым, но как бронзер. Но при этом очень деликатно переносится на лицо и выглядит естественно. Но он сатиновый. Для любителей только матовых бронзеров, конечно же, не подойдет. Летом вообще идеально. Почему хорошо такая штука вот с сиянием? Идеально будет наноситься без тона. Именно штуки с сиянием, они очень хорошо наносятся, растушевываются. Даже без тона, потому что не видно никаких-то там недотушевок. Сияние всегда это очень красиво скрывают. Я смотрю в дальние зеркала и кожа прямо супер благородно выглядит. Как будто я такая в пляже иду. Мне прикольно. Это мне нравится. Румяшки давайте попробуем. Glam Cheek Blush 64-08. Ого, вот это оттеночек. Ого-го. Господин. Тут еще и хайлайтер есть. Все такое сияющее. Я боюсь, если честно. У меня нет, все нормально наносится. Я боялась зря. Выглядит страшно. Не наносится хорошо. Но я обязательно врабатываю в руку, чтобы не борщинуть все равно. И вот так, вот так, потом вот так. Румяшками всегда я делаю именно эти манипуляции. Где-то и ложится неравномерно. Не могу понять за счет чего. Консилер ли, за счет тона ли. Но где-то ложится больше. Не нужно, учитывая, что я снимаю об руку. Как-то очень много сияния везде. Здесь прям хайлайтер, ну можно сказать, живой. Ровно сияет нехило. Прям все такая сияю. Хайлайтер еще попробуем. Хайлайтер для лица 64-34. Там еще какая-то здоровая карабин. Интересно, какая-то просто пудрочка как будто. Хотя нет. Ого. Вау. Он прессованный. Выглядит как будто это, а на руку переносится. Прям заполировывается. Видите это? Вот такие штуки я люблю. И он никак не влияет на цвет лица. Перебрала я прям с румянами, но ничего, ничего. Я думаю, сойдут. И пудра еще сверху. Очень деликатная какая-то и очень красивая штука. Прям заполировываю это лицо. Безумно красиво сияет. Даже на каждый день, я бы сказала, да и в принципе, кожа выглядит очень холеная в этих местах. Я не вижу видимых сияющих частиц. Я вижу очень красивое такое жамчуженное переливистое сияние. Мне очень нравятся девочки, мальчики. Скринем. I'm shocked. В шоке я, в шоке. Нам нужна пудра, которую я тестировала в обзоре новинок. И она дурманила, но блюрит она, по-моему, неплохо. 64-59. Я уже сейчас что-то не помню. Тут магнитная такая, типа полумагнитная какая-то упаковка. Спонж. Все дела. Но, по-моему, она очень хорошо затирает. Сейчас посмотрим. Там тона нам, с тоном не повезло особо тогда. Вообще пахнет отвратительно, честно могу сказать. Немой запах. И он прямо чересчур. У тех продуктов, всех не было этого запаха пудры. Просто как бы это бливантино. Но она, правда, хорошо затирает. Вот блюривает. Смотрится красиво. Все перебивает запах. Вообще все, что можно и нельзя. И она такая тоже рахловатенькая. Несмотря даже на эффект, я пудру не могу советовать, потому что у меня самой неприятно пользоваться. Ультратонкий карандаш для бровей. 502.03. Партикул, автоматический карандаш. Что-то попка меня пугает, как это на темный. Я поэтому так насторожилась. В смысле клопачок. Блин, что-то какая-то, мне кажется, темная лошадка. Смотрите, какой интересный карандашик. В том плане, что стержень тоненький, но он скошенный. Маленький. С другой стороны, есть щеточка. Давайте все это дело прочешем. Щеточка ультрамягкая и особо ничего не хватается. Не прочесывает очень мягкая. Сегодня хочу начать пользоваться сывороткой. Отрастить вот здесь. Весницы надо снова. Давно-давно уже не делала. Не курсила, как говорится. Заполняю просвет вот здесь на изгибе, на хвостике. Чуток прорисовываю в начале брови. Оттенок мне подходит, но он темнее, чем мои брови. Я люблю, когда оттенок сверлеет, тогда вообще выглядит незаметно. Но очень тоненько рисует. Это вообще плюсик. Вы бы знали, у меня с детьми, они просто... Я постоянно сижу здесь и слышу. Мое? Нет, мое. Мое? Нет, мое. За период у нас у младшего. Ребенок, который все присваивает себе. Которого есть все. Но он все присваивает себе и брат вообще не дает. Маленькая же добка. И он и ко мне сюда приходит и говорит, мое косметика. Ну, блин, оттеночку посветлее, конечно. Слушайте, я вот наношу пудру, я не знаю от чего. У меня какая-то вот чесотня на лице начинается. Я почему-то полагаю, что пудру в прошлый раз тоже какая-то чесотня началась на лице. Именно после пудры, мне кажется, ароматизатор, он у меня вызывает какую-то неприятную реакцию. Карандаш неплохой. Я бы даже сказала хороший. Бровки получились очень аккуратными. Зафиксируем гелем, точнее тушью. По-моему, она у меня с оттенком. 50219 артикул. Не знаю, будет ли вам видно. Тоже с оттенком и тоже с каким-то теплым. Непонятно. Запах какой-то. Я не могу сказать, но мне почему-то дает. Как вам сказать? Говном пахнет. Запах перегноя какого-то. Зачем я это продолжаю наносить на свое лицо? Короче, когда сережки вытаскиваешь, я поняла этот запах. Он так же пахнет. Пупок так пахнет. Ну, хорошо брови прокрасила. Вроде уложила, но что-то я прямо... Так, давайте глаза. Я взяла палеточку теней запеченных. Бейкет Ай Шэдоу. Номер 5387. Долго я там смотрела, выбирала, что по теням. Не могла до конца понять. Взяла вот такое вот розовое, что-то здесь талповое. Какие-то просто мне показались оттенки эти красивыми. Начну с вот этого вот оттенка. Спеченые тени это что-то интересное. Редко такое попадается. В основном, да, всегда это было в каталожной косметике. Часто было. Спеченные продукты очень деликатно переходят. Красивый оттенок, красиво закладывается складка. Прям полупрозрачная. Прям полупрозрачная. Мне такое нравится. Смотрится очень неестественно. Не люблю, когда видно границы. Не люблю, когда видно четкую какую-то сильную тушевку, сильные затемнения. Люблю, когда глубоко и интересно. Когда глаза хочется разглядывать, а не отвести от них взгляд. Интересно, что по-розовому. Вот такой немножечко слива. Вот эту вот бронзу второй, который нанесу активно на подвижное веко. Зеркало тут тоже есть. Переходит очень деликатно и вроде как даже неплохо. Ну такое, знаете, как объяснить, для запеченных теней это выглядит очень симпатично. Но это вообще не для любителей яркого макияжа, я вам сразу скажу. Я сначала сейчас вот этим сиянием проработаю, потому что остальное это по сути матовое. Но и бронзовая штучка, я вам скажу, это такой сотенчик. Высветлить уголочек нечем. Я без высветленного уголочка не я. Извините. На шепот тушевую. Ну посмотрите, такой легкий смоки прям. Давайте нанесу вот сюда немножко. Боковиночкой кисти плоской. Так, давайте наберу темненький. Нижний уголочек притемню. Слушайте, ну выглядит красиво все это. Очень деликатно. И изысканно на мой вкус. Ну прикольно. Я сильно не буду затемнять, не хочу. Дон в целом-то и не сильно затемняет. Но дает дополнительные глубины. Внешний уголочек нижнего века тоже. Все такое, знаете, глубокое, толповое прям. Ну и давайте фишка дня, как говорится. Кисть карандаш возьму. И в диагональ вот здесь попытаюсь его тушевать. Но он слабо передается. То, от чего вся пляска в целом начинается. Дает полупрозрачный, немного болезненный эффект. Сразу это вижу. Положу побольше сияния сюда. Этим оттенком вы навряд ли будете пользоваться. Потому что он не дает желаемой какой-то яркости и игривости. Он дает покраснение глаза визуальное. В целом все три оттенка хороши. Для такого-то полегкого смоки. Вот это мало куда применено. Давайте возьму хайлайтер, где это чудо природы. Когда вы чищаете внутренние эти противные глазки, внутренние уголочки, то потом это очень неприятно скатывается. Набираю хайлайтер и освежаем. Он прям такой деликатненький, такой хорошенький вообще. Вот это, по-моему, выглядит хорошо. Тушь. Я взяла Экстрим. Что-то там более. Номер туши 5248. Вот так вот выглядит. Так называется. Давайте посмотрим. По-моему, я брала исключительно, чтобы там была силиконовая щеточка. Вау. Слушайте, что-то мне все так плохо. Фаберлик тогда у меня было немного косметики именно в обзоре за программой Фаберлика. В целом у меня остались те же претензии, что были и тогда. Я не забываю в конце видео. Тушь прям прикольно идет. Хватает щетинками своими все реснички. Подкручивает, удлиняет, прокрашивает. Густоты добавляет. И не перебарщивает на ресницах. Прикол. Хороша вещь. Очень красивые ресницы, по-моему. И у нас остались сами губы. Сотру блеск. Кройдусь кистью, которая наносила тональный крилл. И у меня тут очень красивый карандаш. Я его вытаскивала, смотрела, тыкала. Просто я увидела эту попку. Я была в восторге от оттенка. Оттеночек автоматического карандаша для губ. Несмотря на то, что автоматически, я, короче, была прямо вау. Он быстро, наверное, закончится. Но вы сейчас увидите, и вы захотите его. На мой взгляд, оттенок прямо очень похож на Робин. Но в какой-то степени он даже нежнее и универсальнее. Вот нижний на шоу, они одинаковы практически. Но вот видите, этот еще более бежевый, который фаберликовский. Соответственно, он прямо, ну, очень нежный. Я бы его скупила. Очень редко где такой найдешь. И он скользит прям как холода. Не можно за контом же выходить. Смелее смелого. Вот автоматический карандаш. Тут есть попка для заточки с обратной стороны. Дорожную косметичку точно положу, потому что удобно, что точилку с собой, так сказать, не надо. И помадка. Музи Лип Крим. Ликвид Липстик. 405-45. Наносится очень интересно, как будто это какой-то тинт. Но это не тинт. Как будто это какой-то крем, действительно, как написано на Лип Крим. То есть он интересно скользит, не как блеск. И выглядит не как блеск. И ощущается не как блеск. Это что-то интересное, что-то новое, на мой взгляд. Честно говоря, я такого еще, ну, не пробовала продукта. В общем, у этой штучки для бровей субстанция очень интересная и очень комфортная. Очень приятная. Ничего не липнет. Ну, отпечатывается, но все равно остается как будто на губах. Как будто немножечко она все-таки тинтует, эта история. Мне нравится, как этот дуэт смотрится на губах с карандашом. И очень комфортно ощущается. И очень красиво смотрится этот оттенок. Шикардос. Можно еще сверху вот этот блеск нанести, если хочется. Но будет очень розовый, не хочу. Вот такой вот макияж Фаберлик у нас с вами получается. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Легкое покрытие. Действительно, как такая легкая и тонирующая сыворотка. Комфортно раздушевывается, комфортно ощущается. Но ни хрена не перекрывает. И оттенок желтит и темноват. 64-79. Соответственно, посветлее и нужно быть внимательным. На сайте все-таки немножечко где-то искажаются оттенки. И отражаются не так, как в реальности. Консилер идет туда же. Я его рекомендовать не хочу, потому что он сильно пахнет спиртом. То есть он легкий. Он многого не перекроет. Такая вот бесполезная какая-то немножечко штуковина. Если честно. Но в целом, такой базовый обычный консилер. Я просто смотрю, ничего ли он не подчеркнул. Нет, он ничего не подчеркнул. Быстро фиксируется. Нужно аккуратно и быстро с ним работать и растушевывать его. Но при этом покрытие дает тоже ближе к легкому такого, около среднего. Да нет, не средний, даже легкая, наверное. Бронзер мне понравился. Румяна, ну, нормально, но не стала бы покупать. Бронзер классный. Хайлайтер вообще огонь. Безумно понравился. Очень красиво зашлифовывает. Пудра, вонючка, редкостная. Я ей пользоваться не буду. Мне просто неприятно вот это ощущение. Что-то с запахами, да, у бренда. Брови, карандаш очень хороший, но оттеночек такой немножечко темненький. Но в целом норм. То есть средние русы отлично подойдут. Вот эта штука пахнет какашками для бровей. Палетка прикольная. Вот эти три оттенка прям хорошие. Они дают умеренную пигментацию. Красиво растушевываются, все дела. Розовый бесполезный ничего не дает абсолютно. Но остальные три оттенка дают очень красивый такой макияж в стиле легкого талпового смоки. В целом мне понравилась палетка. Если вы любите такие запеченные тенюшки, то вам тоже понравится. Тушь мне понравилась сильно. Где она? Очень у нее удобная щеточка. Красивый эффект. Не супер натуральный, не супер драматичный. Умеренно яркие и красивые ресницы дает. Удлиненные, разделенные, с дополнительным объемом, подкрученные. То есть все, что нужно, дает ресницам в один слой. Очень удобная щеточка, не колючая. Красивый черный цвет. Собственно, осталось только, чтобы она еще была и стойкой, что мы с вами проверим обязательно. И средство для бровей. Это вообще нечто. Я вам оставляла артикул. Я это рекомендую крайне. Даже вот этот блеск бальзам тоже очень красиво. Похож на лип перфектор немножечко от клоранца. Но клоран сушит, а этот по ощущениям вообще не сушит. И никакую сухость не подчеркивает. Пахнет каким-то вареньем. Короче, вкусная штука. Прям вот от слова вырывается вкусная. И смотрится на губах очень красиво. Но вот блеск я лишний сейчас нанесла, не удержалась. Давайте попробую его стереть, посмотрим. Но вот этот продукт однозначно немножечко дает тинт на губах. Смотрится, это очень красиво. Карандаш вообще космос. Короче, идеальный дуэт на каждый день для губ. Да и не только на каждый день. Смотрится максимально естественно. Съедаться будет очень натурально. Средство для губ вообще вау. Просто вау. Ну что, прекрасные мои, давайте рассмотрим, что тут у нас с кожей. Не знаю, вспышка может, конечно, все это дело рассеять. Но в жизни я вижу четко, что вот здесь вот немножечко сухарится. Я все-таки виню пудру. Не такая уж она и хорошая, как хотелось. Приконсилер тоже не очень хороший. Вот где тон просто так и что тон, я думаю, что очень хорошо лежит. Несмотря на то, что есть некая влажность. Хотя не могу понять. От вспышки шереблик. Ну то есть пудра плохо держит. И какая-то она такая излишне нагружающая кожу. И как будто из-за нее начинает выделяться жир. Насчет теней. Ничего вроде не скаталось. Хотя вот здесь небольшие такие какие-то покатуре. Да вроде нет, все нормально в целом. А гель для бровей вообще ужасный. Я дала его мужу понюхать. Он говорит, он реально пахнет ковном. Прикиньте. Как будто мне, говорит, тебя туда реально, мне кажется, положили. Я говорю, офигеть. Ну вонища редкостная, говорит, выкинь это. Тушь прекрасна. А карандаш для бровей тоже хорош. Губы тоже чудесно сходили. До сих пор где-то вижу контурный карандаш. В общем-то. Коррекция, кстати, бронзер, хайлайтер на месте. Румяна даже тоже на месте. Все в этом плане стойко. Выводы делайте сами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы пробовали от Фаберлик. Что вам нравилось, что вам не нравилось. Какие у вас фавориты, какие у вас антифавориты. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте мы с вами обсудим. Давайте вы поставите, блин, 5000 лайков. Я буду продолжать снимать каталожную косметику. Побыстрее выпущу Арифлейм. Побыстрее выпущу. Блин, а можно я больше лайков выпрошу? 10 тысяч. Я хочу лайки. Очень хочу лайки на этом видео. Прям много. Ну, есть пальчики вверх-то ваши. Что-то я никогда не просила. Почему? Что-то вот захотелось. Наверное, дофаминчик просит. Давайте больше пальчиков вверх. И я как можно скорее буду снимать другие части каталожной косметики. Очень интересно мне со мной. Думаю, что вам тоже. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы ни одно новое видео не пропустить. И ставьте пальчики вверх. И комментарии, конечно же. Что очень помогает моему каналу раздвигаться. Развиваться, продвигаться, находить новых прекрасных людей. Кстати, еще раз напоминаю, что ссылочку на индивидуальный подбор витаминов для вас. И промокод я оставила в инфобоксе. Обязательно переходите, подбирайте, проходите тесты и будьте здоровы. И самое главное, конечно же, никогда не забывайте, что вы все, каждый и каждый из вас прекрасны в любом виде. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok